Стоит ли держать подушку безопасности в облигациях? Сейчас расскажу, почему не стоит. Смотрите, подушка безопасности рассчитана на тот случай, когда вы потеряете какой-то доход, либо резко понадобятся деньги на вопрос, связанный со здоровьем или с безопасностью чем-то еще. То есть, предположим, суббота, вы сидите дома, у вас все отлично, вас начинает топить. И топит сильно, и смывает, и ущерб, и электроника горит, и вы без электричества, и у вас конец месяца, суббота, биржа еще не работает 2 дня, то есть суббота и воскресенье, и там до утра понедельника, вы 3 дня условно заперти. Если у вас есть какие-то кредитки, которые не расчехленные с каким-то там кредитным лимитом, типа 100, 120, 150 тысяч, это отлично, тогда вы спасены. Но в любом другом случае, вы такие, а где деньги? Придется звонить знакомым, кого-то там перезанимать, потому что, ну вот, выходные, биржа не работает. Вот такие ЧП, или там, то, что дальше будет примерно не очень корректно, я прекрасно понимаю, но мы все живем в России, мы все это понимаем, что если вас остановил инспектор ДПС, и вы где-то нарушили, возможно, серьезно, а биржа не работает. Именно поэтому я лично не рекомендую хранить подушку безопасности где-то, где ее нельзя снять ночью или в выходные. То есть подушка безопасности должна быть максимально ликвидна, по первому требованию она у вас где-то появляется. То есть надо, пошли, сняли. Просто, пускай это будет даже самый обычный вклад, под самый обычный низкий процент, там 5-6-8% годовых. Фишка подушки не в том, чтобы заработать, а в том, чтобы сохранить деньги, и они были максимально ликвидны для вас, чтобы вы могли в любой момент, когда они вам потребовались, их снять. Вот и все. Поэтому я не рекомендую хранить подушку безопасности в облигациях, потому что к облигациям есть доступ тогда, когда работает биржа. Когда биржа не работает, вот, например, сейчас время ночь, я записываю это видео, и вдруг что-то резко происходит, где резко нужны деньги. И я не могу сейчас продать облигации никаким способом. Вот и все. Поэтому не рекомендую. Если видео вам было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Видео выходит 2 раза в день. Будем повышать вашу инвестиционную и финансовую грамотность вместе. Ну, а еще немножко поговорим про криптовалюты. Увидимся уже совсем скоро на этом канале. Подписывайтесь!